Итак, специально для всех моих старых подписчиков я распаковал Скорпиона, который стоял целый год в гараже, ни разу не заводился. У него совершенно мертвый аккумулятор. И сейчас мы повторим историю со спортивным коммутатором вместе с ним. Блин, да я же по нему соскучился, он же просто офигенный. Кирилл стоит и удивляется, почему я кричу этот бред. Но, блин, спустя год я его сегодня там все собрал, все, что нужно было. И его, в общем, мы завели. Аккумулятор вообще мертвый, конечно, но с кикстартера заводится прям с первого раза. 2011 года, в общем, мопед. 16 тысяч пробега практически на нем. Но вы на него посмотрите. 16 тысяч пробега. Блин, он же блестит. Он красный, он клевый. Он офигенный. И сейчас мы посмотрим на нем скорость. Также без коммутатора спортивного, со спортивным. Конечно, 90 он не будет летать, как у Кирилла. Вот. Но, тем не менее, посмотрим, на что он способен. И его еще нужно заправить, потому что там годовалый бензин и неполный бак. Я просто в восторге от этого события. Ну, все, уже хватит, в общем, мне восторгаться. Давай, заводи его, покажи, на что он способен. Этим могучим спортивным кикстартером от Альфы. Смотрите, с первого раза. С первого раза. С первого раза завелся. Год стоял в гараже. Это просто сногсшибательная. Офигенная штука. Блин, я что-то отстаю от него. Но ничего, сейчас мы его догоним. Специально для всех моих старых подписчиков, кто просил возвращения Скорпиона. Оно свершилось. И сейчас мы посмотрим даже на него со стороны, с непривычного ракурса. Обычно же я на нем ехал. А сейчас посмотрим на человека, как вообще я на нем смотрелся со стороны, как вообще на нем смотрятся люди. Да, он, конечно, не валит, как у Кирилла. Потому что там еще стоит карбюратор вообще отвратительный. Почему-то больше 60 он не едет. Там старый бензин. Но, тем не менее, смотрите, 70 едет. Еще там отвинчена подножка центральная. Вон она болтается. Потому что там шайба отвалилась. Ее нужно привинчивать. Это я только сегодня увидел. Ну, короче, 70 едет. Он пробует пригнуться на нем. Смотрите, а? Пригнуться. Это не дает вообще ни километра. Ну, парень отчаянный не сдается. Год в гараже простоял. Вообще ни разу не заводил его. Завелся с первого раза и едет. Хоть 70, но едет. Кирилл не теряет надежду. Давайте его сбоку снимем. Он не теряет надежду. Супер! Ну, слушай, а он едет 70? 70? Нет, он реально 70. Там 68, 67, 70 где-то так. Я говорю, там карп полное дерьмо. Я не нашел нормального карбюратора. И он стал хреновее ехать из-за этого. Емасака, вот она, блин. Вот эта штука у меня откололась, когда я ездил по полям, и у меня кусок цепи вот здесь такой бджич отлетел и выбило вот эту вот штуку. Это я помню. Буквально как на Вьё. 2011 год. 16 тысяч пробега. А все кричали, что это говно развалится за первым заворотом. И нифигища, 2015 сейчас. К сожалению, аккумулятор, конечно, абсолютно мертвый здесь. Но ничего, главное, что есть кикстартер. Незаменимая вещь в китайских мотоциклах. Просто величайший плюс. Можно всегда забивать на ваш аккумулятор, даже когда он абсолютно умер. Всегда завести с кикстартера и уехать. Сейчас, в общем, Кирилл настроит иголку, и мы продолжим эту сногсшибательную гонку на бешеных скоростях. Итак, ну что же, глядя на этот прекрасный болид. Сейчас мы будем доставать старый добрый спортивный коммутатор немеренных мощностей. Вот, и попробуем его установить сюда. Посмотрим, даст ли это хоть что-нибудь моему скорпиону. Ручки, которые были черными, стали почему-то золотыми спустя пару сезонов. Не чудеса ли это? Так, убираем родной невзрачный коммутатор сюда. И продолжаем нашу эпичную гонку. С помощью кикстартера от Альфы, опять же, даем жизни этому спортбайку. Так, ну и что же, мы продолжаем нашу веселительную прогулку специально для всех моих старых подписчиков, кто хотел возвращения Красной Ямасаки. Сейчас мы здесь развернемся, и в другую сторону он уже помчится со спортивным коммутатором. Так, и мы начинаем нашу суровейшую гонку просто. Что же он нам покажет со спортивным коммутатором? Приближаемся к 60 километрам. Кирилл пригибается изо всех сил. Ну, я думаю, уже понятно, что спортивный коммутатор ничего не дает. Доберемся мы ли до 70 километров? Вот в чем вопрос. 70. Ура! Так, вроде никого сзади нет, давайте его сбоку попробуем поснимать. Мчится, мчится, смотрите, красный болит буквально. 70 километров, вот я с ним поравнялся, 70 идет. Какой же он охрененный! Я просто в восторге! В восторге от собственного мопеда! Разве такое может быть? Да, конечно, может! Он же просто охрененный! Ох уж этот мой номер, НЛО-1, мне его не хватает! Приходится ездить с этими скучными номерами. Блин, он реально крутой! Ставьте лайки, кому нравится этот мопед! Он супер! Вообще просто огонь! Мне нравится этот красный цвет! Супер! Только подножку надо центральную привинтить. Как он на нем смотрится, то смотрите, реально, как на настоящем спортбайке. Ну вот, ребят, выполнил ваше желание. Вы мне писали часто. Сними, сними что-нибудь с мопедом. Со своим Ямасаки его тысячу лет не было. Пускай будет в какой-нибудь видюшке. И вот специально для вас бонусное видео с Ямасаки. Ну, как мы видим, 70 как ехал, так и едет с этим коммутатором. Ничего не поменялось. Все абсолютно то же самое. То есть в очередной раз, даже на примере второго мопеда, мы можем поглядеть. Погодите, он разогнался аж целых 75 у меня сейчас. Или около того. О, 75, смотрите. Ну, в общем, на примере второго мопеда мы можем увидеть с вами то, что спортивный коммутатор – это просто полнейший развод. И, в принципе, ничего не изменилось. Да пофигу на этот коммутатор. Да он же просто охрененный красный мопед. Блин, он клевый. Разницы вообще никакой. Я сейчас просто радуюсь, что мы его достали из гаража. Что он там вообще уже не вылезал оттуда целый год. И хоть посмотрели на него, что он едет, по-прежнему ничего с ним не случилось. А спортивный коммутатор – это фу-фу-ло, полнейшее. Там написано TZR-50 на нем, не знаю, есть Yamaha TZR-50 такой, мопед тоже. Не знаю, как-нибудь это относится к нему, не относится. В общем, спортивный коммутатор – это полная хрень. Если вы когда-нибудь будете покупать мопед, вам чувак скажет, у меня там еще и спортивный коммутатор стоит. Вы ему прямо говорите, чувак, это полная хрень, хватит меня разводить. Спортивный коммутатор – это кусок дерьма, который не дает ничего. В нем нет ничего спортивного. Он огромный и красиво выглядит. И все. Не знаю, плюс ли это. Гребаные китаезы накололи нас, честных людей. Что? Купите лучше музыку, смотрите, стильная, красная, в цвет мопеда. Я ее взял всего за 800 рублей. Да, пользы от нее гораздо больше, вообще в миллионы раз. Ну что же, это было возвращение моего мопеда на ваши экраны. По-моему, ну, я сегодня восхищался им больше, чем, наверное, все. Особенно люди, которые недавно подписались, вообще, наверное, думают, что за дерьмо, чувак, что за дерьмо. Да плевать, я, главное, рад то, что мы его, наконец-то, распаковали и привели в боевую готовность. И пуская его мопед быстрее на 20 километров, вообще пофигу, пофигу. Главное, он едет, завелся первый раз за год с первого раза на старом бензине и клево смотрится, потому что он красный. Да. Ну и все. Это, в общем, был тест-драйв спортивного коммутатора. Купишь себе такой же? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok